150 юных дарований, воспитанники кадетских классов Чувашии и Саратовской области, ученики из Мурманска, Нальчика, Кабардино-Балкарии, Ростова-на-Дону, Анапы – все они завоевали право стать участниками проекта «Олимпийская завтра России». Посещение единственного в мире чудо-дерева, на котором сделано более 600 прививок представителями 169 стран мира – неотъемлемая часть воспитания патриотизма и изучения истории. На дерево дружбы мы приехали для того, чтобы оставить частичку истории об этом мероприятии, что дети со всей России приехали, сдружились, дерево дружбы их подружило. Здесь получается, что их объединило это форум и память оставляем на дереве дружбы. И каким может быть «Олимпийская завтра» без настоящих чемпионов? Почетные гости проекта Дмитрий Саутин и Игорь Лукашин в знак развития «Олимпийского движения» совершили очередную прививку на дереве мира. Аккуратно, аккуратно. Почки шедока, цитрусового фрукта помелы приживутся к весне и веточка, привитая руками олимпийских чемпионов, войдет в историю. Будет очень приятно, например, со своими детьми приехать в очередной раз сюда прийти и показать, что здесь был папа, привил дерево. Я считаю, это супер, конечно. Потому что мы походили, посмотрели, на самом деле, кто здесь прививал. Такие известные люди, деятели, президенты вообще со всего мира. Я считаю, в первую очередь, это развитие олимпийского движения, развитие молодежного спортивного движения, показать молодежи, что надо заниматься спортом, надо становиться спортсменом, тренером, вкладывать душу в это, развивать вообще олимпийское движение. Право оставить и свой след в истории предоставили представителям Академии физкультуры и спорта Южного федерального университета Ростова-на-Дону и воспитанникам гимназии «Росток» из Анапы. Ну а развитие олимпийского движения в Южном регионе продолжится сразу после форума. Дмитрий Саутин отправится в Абхазию, где обсудит возможность появления детского спортивного объекта.